Азарт Сибирь 2019 Интересно, чего ждут от этого проекта организаторы и чем он будет отличаться от прочих, спросим у руководителя, члена Союза художников России Николая Зайкова. Николай, здравствуй. Здравствуй, Лена. Мы знаем, что за время проведения Азарта в нем приняло участие более полутора тысяч современных авторов. Сколько в этом году, ребят? Ну, я бы немножко, как бы сказать, эту цифру принизил. Почему? Потому что более полутора тысяч – это не уникальных участников, так скажем. То есть, если посчитать всех участников, вот тех, что в каталогах разных проектов у нас опубликованы, то это будет более даже 1600 человек. Но надо понимать, что многие из художников участвовали кто-то даже и во всех Азартах. Но таких сейчас, наверное, уже со временем нет, потому что это же проект для молодых художников, и поэтому художники вырастают, выходят из этого возрастного ограничения. И поэтому сейчас вот в этой выставке, я думаю, что уже, наверное, ни одного автора нет того, кто участвовал в самой первой. Но вообще они, конечно, повторяются. Но как бы то ни было, это все равно гигантские цифры. И учитывая, что Сибирь – это территория очень большая, но малонаселенная, поэтому для нас это тоже, конечно, колоссальный охват. Вот в этом году это более 270 участников и более 500 работ. Достаточно ли у нас в Барнауле выставочных залов для такого количества работ? Или в этом году вы не только на Ленина 111 площадь займете? Конечно. Мы занимаем площадью уже несколько проектов, больше, чем Ленина 111, потому что в Ленина 111 просто все не входит. И в этом году у нас конкурсная программа развернется на Ленина 111, это выставочный зал Музея Город. И Ленина 4 – это исторические залы Музея Город Ленина, Льва Толстого. Там два выставочных зала нам в этом году отданы. Это первый этаж и второй этаж. То есть в этом году конкурсная экспозиция, можно сказать, будет развернута в трех выставочных залах. Кроме того, у нас в основной программе заявлена выставка председателя регионального жюри Андрея Николаевича Машанова. Открывается она 15 марта. И она будет экспонироваться в пространстве нашего художественного музея Максима Горького, 16. Ну и кроме того, охват вне конкурсной программы, он тотальный. То есть практически все галереи города, выставочные залы, университетские, частные, образовательные и так далее, они все задействованы. В этом году у нас несколько совершенно новых пространств, которые вот только недавно появились. Например, Шишковка с ее новым пространством, она тоже задействована. Вот, охват полнейший. Вы уже сказали, что азарт нынче проводится при поддержке гранта президента страны. Каким образом качественно этот проект изменился? Он изменился, я бы сказал, внешне, может быть, даже до неузнаваемости. Потому что зритель видит экспозицию. А как раз главные изменения в проекте коснулись именно экспозиции. Мы абсолютно в сотрудничестве с очень молодыми талантливыми дизайнерами МДВА-студия. Это те ребята, которые известны у нас в крае уже своим проектом Музея Золотухина, прозвучавшим тоже достаточно широко. Так вот, они предложили такие достаточно радикальные приемы изменения нашего привычного пространства Ленина 111. И там появилась искусствоведческая ротонда, так называемая, и титульные модули большие, и сценический блок с кулисами. Но это все в кавычках, потому что это мы в процессе проектирования некие объекты в интерьере каким-то образом обзывали. То есть это достаточно большие изменения. И надо сказать, что экспозиционная площадь у нас поменялась в большую сторону и увеличилась в два раза. То есть это была одна из наших главных целей увеличить экспозиционную площадь. Потому что наш проект в существующей площадке не умещался уже давно в нормальном виде. Приходилось работы вешать очень плотно, во много рядов. Вот сейчас мы это все сэкспонировали, в общем, так, как нам хотелось. Кроме того, есть еще момент использования современных технологий в экспозиции. Потому что вот не секрет, что в наше время современные художественные экспозиции, они выглядят уже далеко не так, как мы привыкли в Барнауле, например. Это обязательно есть интерактивная составляющая какая-то. Это обязательно есть мультимедийные технологии в экспозиции. И у нас то же самое. В этом году мы будем использовать подобные новые технологии. Николай, вот любопытный вопрос лично для меня. По какому принципу вы отбирали работы? Нравится, не нравится членам жюри? Или есть какие-то другие критерии? Вообще критерии, конечно, размыты, как вообще в искусстве. Но у нас есть такое спасительное для нас определение. Это критерии профессионализма. То есть Союз художников России – это организатор и учредитель этого проекта. Это профессиональная творческая организация. И, соответственно, мы обращаем внимание именно на профессионализм молодых художников. Но профессионализм – это, конечно, критерий очень размытый. Опять же, да. Поэтому, по большому счету, конечно, нравится, не нравится. Там может быть определенное количество выставок, но не значит, что ты очень хороший мастер. Это так. Так, ладно, все еще предстоит оценить и зрителям, и членам жюри, кто в составе экспертной комиссии, по какому, опять же, принципу будут определять победителя. В каждой номинации ли? Да, это все правильно, абсолютно так. Проект конкурсный. У нас определены семь номинаций. Номинации наполняются произведениями в разной степени. Понятно, что самая популярная номинация, самая представительная – это живопись, конечно, живопись. Но и графика – это достаточно такая представительная номинация. Меньше скульптуры, декоративного искусства довольно много, и меньше всего искусствоведения. На самом деле, мы в своем проекте давным-давно уже поставили цель поддержки и развития искусствоведческой мысли в Сибири. Очень мало пишущих людей, и поэтому для молодых искусствоведов мы проводим номинацию искусствоведения. Она в этом году, по-моему, 14 работ всего. Но, тем не менее, она тоже наполняется. С каждым годом становится больше участников, качественный материал становится. И мы в этом году размещаем в экспозиции, кроме всего прочего, и тексты искусствоведов тоже. То есть наши возможности технические, технологические, экспозиционные позволяют нам сами тексты разместить очень интересно в пространстве экспозиции. Вот. Семь номинаций, как я уже сказал. В каждой номинации предусмотрена главная награда. Вообще, главная награда выставки – это звание лауреата в той или иной номинации. Их всего семь. И далее первые, вторые, третьи степени дипломы в каждой из номинаций. И есть еще поощрительные дипломы. То есть вот наградной блок, он очень большой. Почему? Потому что молодежный проект, и всегда молодого автора на этапе становления необходимо поддерживать. Поэтому мы стараемся вот этот шорт-лист сделать максимально длинным, на самом деле. Вот. Поэтому это есть. Кроме того, у нас много партнеров, которые учреждают свои дополнительные награды. Ну, например, Российская Академия Художеств, она всегда учреждает свои дипломы. Это дипломы либо Красноярского уровня, это отделение Урал-Сибирь-Дальний Восток Российской Академии Художеств, это тоже очень высокий уровень, либо даже московский. Потому что в этом году, как и в прошлый раз, к нам приезжает в качестве почетных гостей первый вице-президент Российской Академии Художеств Виктор Калинин, наш земляк. Вот. Вот. Он уже в Барнауле. Все. Смотрит экспозиции. И, возможно, он примет решение, что Большая Академия, как мы ее называем, Московская Академия, Президиум, также учредит свои дипломы для выставки. Ну, и в завершении нашей беседы очень коротко. Если не ошибаюсь, есть еще и денежный приз в азарте. И когда мы узнаем, кто победил? Призов много. Как я уже сказал, 7 званий лауреатов и, соответственно, 7 денежных премий у нас предусмотрено. В связи с тем, что мы финансируемся фондом президентских грантов в этом году, нам удалось поднять размер, увеличить размер премии. И теперь это уже там не 4, не 3 тысячи рублей, как раньше. Вот. Я не буду говорить, сколько, но это достаточно ощутимые деньги для молодых художников. И жюри отработает вот в эти числа, когда будут у нас основные мероприятия программы открытия. Мы сформируем этот список, его отработаем и далее уже оформим это все официально. Но объявим победителей ближе к концу выставки. Может быть, даже на закрытие, которое у нас состоится 15 апреля. Спасибо за это интересное интервью. Я напомню, что это было интервью с Николаем Зайковым, членом Союза художников России. Говорили мы о девятой по счету межрегиональной выставке «Азарт-Сибирь-2019». Редактор субтитров А.Семкин